Новый год с новыми ценами. В первый рабочий день на нижегородских рынках встречали покупателей с новым повышением. На некоторые продукты цены выросли на 30%. Вот это вот мясо, мякоть, филейная мякоть, мы раньше ее продавали 450, сейчас она у нас 600 рублей. Если бы раньше брали килограмм и два, сейчас по полкило отрежьте. Покупатели, ну мимо проходят, естественно, им уже становится не по карману. Края, вот с кожей, с костей, стоили 190-200 рублей. Все говорят, ой, очень дорого. Что-то у вас цены подскочили. Я говорю, ну не мы же виноваты, кто нам поставляет это мясо. Было дешевле свинины все равно. Она всегда почти дешевле была, говядина, а сейчас почти на уровне. Вот глянь, сейчас 300, раньше было 200, сейчас 300. Я его совсем не буду покупать. Пойду рыбу куплю, буду рыбой питаться. Мне на лекарства надо, да еще молочные, на молочные продукты. Сколько денег надо? Вот сыры, например. Были же 280, а сейчас 300 с чем-то стали. А мясо вообще не едим дорого. Курицу только дешевенькую берем. Постоянно переписывают ценники, практически каждый день. Такое есть, да. Метана прибавилось, творог прибавился, сливки, все в основном. Это уже поставщики, как говорится, дорожают. Масло вот, например. 70 рублей сейчас пачкаю книги и мисковареншек. За 50 можно было купить. Сахарный песок. Такая цена обалденная. Не знаю, я что-то посмотрела. Очень дорого что-то. Глянула, посмотрела и ушла. Написано здесь, вот видите. С 20 января хлеб отражает на 10%. На все хлебобурочные изделия отражают на 10%. Но вот этот батон стоит 29 рублей. Если 10%, наверное, 32 все-таки будет стоить. Но будем меньше хлеб заказывать уже. Хлеб будет идти хуже. Ну все равно покупаем. Ну как, вроде привыкли покупать мы эти продукты, покупаем. Ну может быть, мы же поменьше будем покупать. Мы к этому уже привыкли. Проходили через талоны, что только не проходили. Каких только трудностей не видели, все пережили. Переживем мы на этот раз. В статье как раз сегодня глава администрации президента Сергей Иванов обратился к прокурорам с требованием отслеживать цены на продукты питания, топливо и лекарства. До свидания.